О самом необычном и высоком фонтане Самары рассказывает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Это фонтан Царевна-Лебедь, который открыли в 1985 году в честь 25-летия завода Металлур в парке культуры и отдыха имени 50-летия Октября. Сооружение было воздвигнуто в самом центре озера. Сказочные мотивы фонтана уникальны. Сложно сказать, чем вдохновлялись архитекторы, но его облик, в отличие от многих других, не отражал тему патриотизма и советскую идеологию. 15-метровый фонтан до сих пор радует посетителей парка. В 2018 году конструкцию обновили. Специалисты заменили форсунки, отремонтировали скульптурную композицию, установили подсветку. Администрация Самарского района информирует, что 4 ноября на Самарской набережной состоится шестой атлетический забег в беге «Мы едины». Ежегодный полумарафон, посвященный Дню народного единства, соберет около полутора тысяч профессионалов и любителей бега. Запланированы забеги. Полумарафон 10 километров, 3 километра, корпоративный забег, Самарская миля, детский забег на 600 метров, а также соревнования по северной ходьбе на дистанции 3 километра и 10 километров. Старт и финиш будут располагаться возле бассейна ЦСКА ВВС рядом с набережной Волги. Начало в 8.30 по маршруту, где побегут участники, будет ограничено движение. Администрация Красноглинского района Самары поздравляет в своем телеграм-канале судебных приставов. 1 ноября они отмечают свой профессиональный праздник. Его установили в России в 2009 году. 19 октября 1865 года по новому стилю 1 ноября император Александр II подписал положение, которым окончательно определил статус судебных приставов в России.